За неделю число случаев заболевания коронавирусом снизилось на 7,5%. Об этом рассказали на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. По-прежнему наибольшее число заболевших выявляется среди людей с признаками ОРВИ. Часть в результате профилактических обследований. В двух возрастных группах заболевших стало больше. Среди детей от 7 до 14 лет и среди пожилых людей в возрасте 65 лет. Необходимо им уделить внимание меру продолжения соблюдения противоэпидемических режимов, дезинфекции и масочного режима. Поскольку люди после праздников сейчас будут возвращаться из курортов, из гостей из других субъектов федерации. Не исключен подтверждение заболеваемости, так называемого завозной. Коллеги, все мы понимаем, что люди давным-давно устали уже. Для кого-то используют среди гигиены, соблюдение простых правил, которые нам санитарные врачи предписывают с самого начала пандемии. Стало привличным, а у кого-то просто накопилась уже усталость. И, к сожалению, люди не так внимательно к этому относятся. Люди устали. Мы с вами устать не можем. Поэтому все меры по контролю дезинфекции, транспорта, общественных мест в помещениях и так далее, и так далее, все это требует исполнения. Как и, конечно же, соблюдение масочного режима. Около 80% пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно. Они обеспечены бесплатными лекарствами. Их запас сформирован на месяц. Об этом рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян. Свободный конечный фонд сейчас составляет 44%. Продолжает действовать система долечивания в санаториях. В область поступило всего 161 332 дозы вакцины. Из которых на сегодняшний день израсходованы 145 323 дозы. 84 823 жители Самарской области успешно закончили вакцинацию. Каких-либо значимых осложнений, прививочных реакций у этих пациентов, вернее, у жителей не отмечено. В листе ожиданий сейчас записаны 900 человек. В ближайшее время они смогут привиться. Во вторник в поселке Прибрежный откроется свой прививочный пункт. До этого вакцинация жителей Прибрежного проводилась в управленческом. Это доставляло неудобства, о чем жители сообщили губернатору в социальных сетях. Таким образом, в регионе уже 145 прививочных пунктов. Еще 19 мобильных комплексов, которые тоже задействуют для вакцинации, прибудут в регион к 1 апреля. Михаил Ермоленко, Виктория Шаре. События.